МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Услышать каждого. На этой неделе в Мозере и Гомеле продолжили работу диалоговые площадки. Общая протяженность 207 километров, объем перекачки 6 миллионов тонн нефти в год. Началось строительство нового магистрального нефтепровода Гомель-Горки. Экология для будущего. Как научить детей заботиться о природе. Тема воскресного интервью. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. На этой неделе в Гомеле и Мозере продолжилось проведение диалоговых площадок. Участникам предлагали высказать свое видение развития самых различных сфер. От экологии и образования до молодежной политики и экономики. В дальнейшем некоторые предложения в качестве поправок могут быть внесены в действующие законы, включая Конституцию. Наши корреспонденты проанализировали услышанное. Марафон диалоговых площадок в Гомельской области открыл Мозерь. И самыми первыми на нее вышли представители учреждений образования. Специалистов какого профессионального уровня сегодня могут действительно готовить лицей, колледжи и университеты? Вопрос совсем не риторический. И самое главное, как его решить, начиная с основы основ подготовки самих педагогов. Будущих педагогов надо готовить не только в пределах университета. Эта работа должна начинаться системно в школе. И в свое время было правильное решение, озвученное и реализовано в плане педагогических классов. Когда отбирают в школьниках, их стильно правильно готовят, их вводят в профессию уже в школе. И когда они уже поступают в педагогический университет, на педагогические специальности, это дети уже подготовленные, они уже знают, на что идут. Они имеют навык работать с учителями в школе, уже как с коллегами. И вот этот момент мы считаем важным акцентировать, усилить. Увеличить количество, может быть, педагогических классов, может быть, изменить критерии отбора. И в продолжение темы работы с молодежью – дискуссионная площадка в Гомеле. Как воспитать у нынешнего поколения любовь к родине? И с какого возраста нужно начинать патриотическую работу? Вообще государственная молодежная политика существовала всегда. Однако новые реалии вынуждают вносить в нее коррективы. По большому счету, современная молодежь достаточно сильно отличается от своих родителей в этом возрасте. Во время работы диалоговой площадки озвучивается предложение о проведении научных исследований в области современной молодежной проблематики с использованием мировых методик. Плюс более активное распространение собственных наработок. Настолько много активных молодых людей, которым не все равно, которые на сегодняшний день в постоянном поиске. Они и к нам приходят в главное управление. Мы постоянно имеем костяк активных молодых людей, которые сегодня учатся и в школах, и в среднеспециальных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, которые работают сегодня на предприятиях, которые постоянно в авангарде, и они всегда с какими-то идеями. Молодежи много, но с ней надо работать. Всегда нужно быть в тонусе. Молодежь всегда идет в ногу со временем, и время вокруг нас меняется. Как мы уже говорили, те же новые технологии. Да и вообще, молодежь всегда смотрит на вещи по-своему и создает что-то новое. А главное, что она хочет создавать. Вопрос в том, чтобы давать молодежи возможность не только реализовывать то, что уже придумали, но и возможность придумать самим. Спросить, чего хотят они, потому что часто это приводит к прогрессу. Экологическая тематика для нынешнего поколения, пожалуй, среди самых актуальных. На диалоговой площадке в Мозере нынешняя ситуация оценивается как экологический кризис. Как, если не преодолеть его полностью, то хотя бы не усугубить. Уже несколько десятилетий в мире отмечается тенденция ухудшения экологической ситуации с одновременным сокращением невозобновляемых природных ресурсов. Восемьдесят лет осталось наших ресурсов. Я имею в виду углеводорода. На сто пятьдесят лет осталось угля. Что дальше будет? Дальше будет либо атомная энергетика, но в конечном итоге все-таки основным источником энергии должна быть солнечная энергия. Простой пример провожу. Мы раньше не знали той ситуации, что как можно вести разговор о воде, что ее не хватит и так далее. А сегодня мы столкнулись с этой проблемой. Нехватка воды. Юридическая площадка. Возможность обсуждения в первую очередь внесения дополнений в законодательство и проведения конституционной реформы. В зале адвокаты, прокуроры, судьи, представители политических партий. Конституции страны уже 25 лет. За прошедшее время изменения в нее вносились дважды. Основное требование к новой реформе. Предложения должны быть действительно конструктивными. Любая описанная конституция, если она остается догмой, а не принимает в себя те общественные изменения, экономические, развитие гражданского общества, она остается просто написанной на бумаге, цифры и все. Поэтому вот сегодня, наверное, назрел момент пообсуждать, стоит ли это делать, почему это делать, какие изменения вносить. Поэтому, наверное, из тех участников, кто будет говорить об основных вопросах в нашей социально-экономической жизни, у кого интересуются социальные вопросы, мы выведем какой-то определенный мотив, тенденции и направим свои предложения. По каким законам мы будем жить завтра? Впрочем, только диалоговыми площадками тема обсуждения поправок в Конституцию сегодня не ограничивается. Главное, чтобы предложения вносили те, кто действительно знает, о чем говорит. Мне хочется, чтобы в Конституции были прописаны нормы, которые четко и очень жестко защищали бы наследие Великой Победы. Это необходимо сделать в очень простой, доступной форме, так, чтобы никому неповадно было заниматься спекуляциями на сей счет. И в заключение о приеме граждан депутатами Национального собрания Ирина Довгала рассматривает вопросы работы коммунального хозяйства и благоустройства района. Однако, в отличие от предыдущих приемов, на этот раз много не просто просьб, но и конкретных предложений, которые в том числе касаются конституционной реформы. Сегодня время, жизнь, политическая, экономическая и геополитическая позиция в целом Республики Беларусь диктует то, что изменения жизненно необходимы. И сегодня те конституционные предложения, которые в буквальном смысле этого слова фактически шквалом идут, и на приемы к моим коллегам, депутатам Палаты представителей, и на электронные ресурсы, и обсуждается в средствах массовой информации, то, конечно же, очень приятно то, что фактически тем, которые не интересуют людей, фактически нет. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко, Новости недели. Новый шаг в развитии нефтяной отрасли. Началось строительство магистрального нефтепровода Гомель-Горки. Проект действительно масштабный и важный. Подробности этого и других событий из жизни региона далее во взоре от службы информации. Гомель-Транснефть-Дружба приступила к строительству магистрального нефтепровода Гомель-Горки. На трубе магистрали возле агрогородка Бобовича выполнен первый сварочный шов. На объекте используется современный комплекс орбитальной сварки. Визы возле первого шва будущего нефтепровода поставили заместитель премьер-министра Юрий Назаров, председатель Гомельской облсполкома Геннадий Соловей и представители руководства концерна «Белнефтехим». Новая нитка соединит южную и северную ветки белорусской нефтетранспортной системы. Магистраль Гомель-Горки протяженностью 207 километров пройдет в Гомельском, Будокошелевском, Чечерском и Кармянском районах Гомельской области, а также Чериковском, Славгородском и Кричевском районах Могилевской. Эта артерия позволит решить вопрос диверсификации поставок сырья. Мощность нефтепровода 6 миллионов тонн в год. Ориентировочная стоимость проекта, который реализует открытое акционерное общество «Гомель-Транснефть-Дружба» за собственные средства – 300 миллионов рублей. Объем волового регионального продукта Гомельской области по итогам 9 месяцев года составил 99% к уровню аналогичного периода 2019-го. Об этом на заседании облсполкома сообщил заместитель председателя Андрей Конюшко. По его словам, это несколько выше среднереспубликанского значения, которое составило 98,7%. Среди регионов республики область вышла на третье место. Из девяти доведенных показателей социально-экономического развития в Гомельской области по итогам 9 месяцев выполняются четыре по прямым иностранным инвестициям, энергосбережению, вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов и количеству многодетных семей, для которых введено жильем. Промышленный комплекс региона в третьем квартале продемонстрировал положительную динамику. В числе основных задач – наращивание объемов производства на предприятиях и снижение запасов готовой продукции. Восемь предприятий Гомельской области стали победителями конкурса «Лучший экспортер 2019 года». Церемония награждения состоялась в облсполкоме. По итогам прошлого года победителями определены 22 предприятия. 21 награждено поощрительными дипломами. В связи с эпидемической ситуацией, вместо традиционного торжества в Минске, церемония чествования проводится в каждом регионе. Национальный конкурс проходит уже почти 15 лет. В нем принимают участие ведущие предприятия различных сфер, которые активно работают во внешнеэкономическом направлении. В этом году победителями в своих номинациях стали пять представителей нашей области – Химзавод, БМЗ, Светлогорский ЦКК, Буровая компания «Дельта» и общество с ограниченной ответственностью «Терра Моторс». Поощрительными грамотами отмечены Реческий метизный завод, Гомельстекло и ГГУ имени Франциска Скарины. Как много прекрасного рядом. Не перестают напоминать педагоги областного эколого-биологического центра. И дополняют. Да, современных детей заинтересовать сложнее, но все в наших руках. В новом учебном году здесь появилась метеостанция, подключенная к системе «Белгидромет». Работает единственное в стране объединение по интересам юнокенолог. По традиции популярные туристические походы по зеленым маршрутам региона. В перспективе совместный проект с Институтом леса по открытию лаборатории клонирования. О том, что дают детям экознания и как сделать их интересными для поколения НЕКСТ в нашей воскресной рубрике «Интервью». Новый учебный год. Как, Роман Федорович, готовились к нему в Гомельском эколого-биологическом центре детей и молодежи? Готовились очень тщательно. Готовились все лето. Мы старались что-то новое в этом году предложить. У нас каждый год появляется очень много различных культурно-досуговых программ, на которые мы приглашаем представители разных школ целыми классами. Они к нам по субботам приходят и могут попасть либо на лектории, либо, если где-то дети помлачены, какую-то игровую программу со зверями и потом с экскурсией в наш живой уголок. В этом году у нас появилось такое серьезное обновление в нашей материально-технической базе. У нас появилась современная суперновороченная метеостанция, которая подключена к системе Белгидромета и поставляет информацию даже вот в эту глобальную сеть, которую прогноз погоды нам создает для нашей республики. Так теперь гойморские школьники могут формировать прогноз? Мы разработали программу «Юный метеоролог», и можно к нам приходиться и за 8 занятий научиться работать на этой цифровой метеостанции, то есть самим составляют прогнозы погоды. Вот это да. Это, безусловно, эксклюзив, но не единичный пример. Чему еще, кроме как в вашем экоцентре, нигде не научат в Гомеле? Уже это направление звучит, но, на самом деле, нигде в Беларуси пока что такого нет. Это объединение по интересам «Юный кинолог». То есть мы впервые в Беларуси создали такую программу. К нам пришел на работу тренер, педагог Алексей Викторович Хмылев, очень высококлассный специалист, и он по обращению с собаками. И вот можно к нам на занятия того объединения по интересам записаться и посещать его со своим питомцем. То есть самый невоспитанный щенок через год обучения в «Юном кинологе» у нас может выйти на сцену каких-нибудь соревнований, выставки собак и стать чемпионом. Потому что это все будет руками детей сделано под руководством профессиональных педагогов. Как объясняете и деткам, и их родителям, для чего вообще нужны, чем в будущем могут пригодиться экознания? На самом деле сейчас у школьников какой-то такой период, когда немножко они отошли от биологических знаний, вот этой классической биологии, там когда растения, пестики, тычинки. Не будрено, какое количество гаджетов, компьютерных игр. У нас есть учебно-экологиологический комплекс, там почти гектар земли, где мы все выращиваем, но дети не любят уже с лопатой копаться в земле, им нужны современные технологии. Мы сейчас тоже уже подумаем над тем, чтобы начать, допустим, не просто выращивать растения, но это же клонирование. Сейчас очень актуальное направление, допустим, в биологии, биология, это такие направления, как микробиология, как биотехнология. И вот в сотрудничестве с институтом леса сейчас мы пытаемся приключить какие-то, выигрывать конкурсы, привлечь спонсорские средства, чтобы создать лабораторию у нас в центре по клонированию растений. Хотим клонировать растения редкие, исчезающие, которые попали у нас в Красную книгу, чтобы потом восстанавливать популяцию, высаживать их в естественных местах обитания. Понятно, что клонирование процесса как бы не бесплатно, немножко финансово затратное, поэтому, наверное, надо будет что-нибудь клонировать и такое, что можно будет потом предложить потребителям на рынке. На чем можно заработать. Да, чтобы вот это все окупалось, потому что там и освещение круглосуточное нужно, и расходы там, вода. В любом случае это то, что может заинтересовать. Уверен, что эффективность работы зависит еще и от того, что для многих педагогов это не просто работа. Вот вы, к слову, как давно стали профессиональным экотуристом? Ну, я вообще экологом всегда мечтал быть. В какой момент вы поняли, что пресловутые маршруты, все включено, Египет, Турция и другие популярные турнаправления не для вас? Ну, на самом деле, все, наверное, начиналось от того, что финансы и возможности изначально были несколько более ограниченные. И, допустим, будучи студентом, очень трудно купить путевку, поехать куда-нибудь в Турцию или в Египет. Но вот на Крым или там на какую-нибудь экспедицию экологическую в Крыму, там, поехать в заповедник, поволонтерить, помочь, вполне хватало. Там, на билет туда-назад, а там уже покормят, там, ты поработаешь, какую-то экскурсию проведут. Вот оно, как-то так все начиналось. Вот. Потом в Беларуси точно так же получилось. Я познакомился с охотник Батьковщины. Это тоже был волонтерский лагерь. Предложили зимой покараулить лосось на нерест. Шел раз в Беларуси. Оказывается, есть одна речка, в которой нерестится лосось. И, ну, там просто нужно было осторожить от браконьеров лосося, когда он ночью идет. Вот. Ну, мы поехали, я там познакомился с людьми, с охотник Батьковщины. И потом в следующий раз они мне позвонили и предложили уже здесь что-то подобное провести. Но уже вот не с лососьем у нас проект был такой хранитель поимусажа. Я знаю, что и бобровые плотины выстроили, и помогали заболачивать территорию. А вот что касается маршрутов по Гомельской области, какое направление, ну, одно из самых любимых для вас? Ну, тут много, на самом деле, хороших направлений. Вообще, у меня есть такая мечта. Сейчас это такой, наверное, может быть, тренд и в Европе, и в Америке. Это длинные вот эти пешеходные маршруты, экологические тропы, которые не просто там ты приехал и прошелся в каком-то интересном месте. Тропы, которые там пересекают большие территории. Вот в Америке есть большая Апалачская тропа, там, 2800 километров. Понятно, что не за один раз. Ну, у некоторых людей это смысл жизни, там, по чуть-чуть это пройти весь маршрут. Вот хочется создать что-то похожее. У нас такую большую полезскую тропу, чтобы от Гомеля до Бреста и по чуть-чуть ее проходить. Детки из экоцентра с собой взять просят? Да, мы с ребятами, я, получается, у нас самые разные возраста занимаются в экоцентре. Вот я как раз больше такими со старшеклассниками занимаемся исследовательской работой. И там мы вот выезжаем. У нас такие проекты есть. Мы для этой большой полезской тропы уже маленькую экологическую тропинку разработали в заказнике Мнимазина. Вот сейчас на это лето у нас проекты там водный экологический маршрут в микрорайоне Мельников-Лух. Там есть такой заповедный остров. Мы вот хотим вокруг него пройти на байдарках. И когда-то там, вот когда этот остров еще не был островом, там в 80-е, в 90-е, когда я в школе учился, там был перешейк, и мы туда со школой на экскурсии ходили. Вот. А сейчас очень хорошо. Вроде как территории не заповедные, но при этом простой человек туда без лодки не попадет. В общем, удивительное рядом. Да, да. Там есть дубы, которым гораздо больше 100 лет. Там есть ясеневый лес, хотя ясень везде. И в Беларуси, и в Европе последние годы моль какая-то ясеневая появилась, погибают ясени. Там можно такой лес увидеть, там можно увидеть примеры того, как зарастает луга, как формируется болото, бобры там живут. И это в черте города. Да, это все в черте города, да. Спасибо в том числе за идею, но и, конечно, за интервью. Успехов в делах и до встречи в их серии. Спасибо вам. Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных лауреатам премии Гомельского облсполкома «Человек года». Сегодня речь пойдет о победителе в номинации «Мастер» каменщике строительного треста номер 14 Викторе Петренко. О том, как на протяжении четырех десятков лет оттачивалось его мастерство и как при этом менялся архитектурный облик Гомеля, расскажет Светлана Князева. Виктор Петренко родился в деревне Борщовка Добружского района в семье работников колхоза. Восемь лет проучился в местной школе, после окончания которой поступил в одно из старейших учебных заведений области в Гомельское государственное профессионально-техническое училище номер 30 Речного флота. На протяжении двух лет обучался по специальности слесаря-ремонтника промышленного оборудования. В 1975 Виктор Петренко отправился отдавать долг родине Вооруженные силы Советского Союза. На протяжении двух лет с первого и до последнего дня служил в Чехословакии в артиллерийских войсках в отделении разведки. После возвращения из армии первым рабочим местом Виктора Михайловича стал Гомельский радиозавод, а через полтора года строительный трест номер 14. Устроился с 24 марта 79-го года. И по сей день продолжаю эту трудовую карьеру. Никуда не уходил. Попал я в первые дни в училище. 34-е, там работали наши. И бригадир мне, Досов Леонид, дал мастерок, молоток, снуры и поставил такую стеночку, перегородку. И до обеда не подходил ко мне. Перед обедом подошел и сказал, у себя будет каменщик. Все. Вот это я прекрасно, я помню слова, конечно. Ну, так и остался, остался, прожился, прожился. Уже несколько лет Виктор Михайлович пенсионер по возрасту, но, несмотря на это, он по-прежнему в строю и продолжает усердно работать. На протяжении 43-х лет своего трудового стажа в строительном тресте номер 14 Виктор Михайлович участвовал в возведении современного города над Сожем. На его глазах вырастали кирпичные дома, высотные и одноэтажные для одной и для сотен семей. Отстраивались торговые точки и учреждения образования. Даже бомбоубежище доводилось строить нашему герою. По словам руководства строительного треста, Виктор Михайлович бесценный работник на всех строительных объектах. За время работы Виктор Михайлович проявил себя как грамотный специалист, добросовестный работник. Любое порученное ему дело он выполняет точно и в срок, наилучшим образом. Нет ни одного социально значимого объекта в городе, на котором Виктор Михайлович не внес свою лепту. Супруга Нина Георгиевна родила Виктору Михайловичу двух дочерей Викторию и Инну. Одна из них живет в Гомеле, другая в Минске. Дочки подарили родителям внука и трех внучек. Вот это дружная и крепкая семья и составляет счастье и объект для любования Виктора Михайловича. Для них он преподаст еще не один урок простой житейской науки о том, как оставить след в жизни и не наследить. Светлана Князева, Сергей Лукашук, Новости недели. На этой неделе Гомельская областная филармония открыла 54-й концертный сезон. Праздник оказался двойным. В этом году камерному оркестру учреждений исполняется 10 лет, поэтому всю программу вечера построили вокруг юбиляра и его дирижера Андрея Глазенкова. Артисты подготовили музыкальный перформанс с участием солистов и коллективов областной филармонии и приглашенных гостей. Об этом и других культурных событиях недели расскажет Анна Корольчук. Избранное, любимое большим концертом открыла новый сезон Гомельская областная филармония. В этот вечер в областном драматическом театре звучала музыка отечественных и зарубежных композиторов, популярные мелодии различных жанров от духовной классики до авангарда. В программе были и авторские произведения Андрея Глазенкова, дирижера камерного оркестра. Кстати, сам он является мультиинструменталистом, играет на фортепиано, баяне, укулеле, дудуке и банданионе. Аплодисментами встречали зрители народную артистку Беларуси Галину Павленок, лауреатов международных конкурсов Ольгу Кузьменко и Константина Горошко, камерный хор под управлением Елены Соколовой и инструментальное трио «Лирица». В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации прошел фестиваль национальных культур всей планеты молодежь. В этом году инициаторами праздника выступили юноши и девушки из трех стран Марокко, Конго и Гвинеи. Иностранные студенты подготовили для белорусов творческие номера, чтобы представить свои культуры и традиции. Зал наполняли зажигательные африканские ритмы. Белорусские студенты не остались в стороне и также представили творческие номера с национальным колоритом. Музыка в объективе. Выставка фотографий Светланы Дитковской открылась в Музее истории печати и фотографии Гомельщины. 26 снимков были сделаны во время концертов, которые автор посетила за последние 7 лет. В ее объективе Томас Андерс, Анни Вески, Татьяна Буланова, Филипп Киркоров и другие звезды. Фотографии знакомят зрителей с творчеством музыкантов и атмосферой их выступлений. Светлана Дитковская мастер Паскани, член Союза мастеров Беларуси, лауреат Республиканского фестиваля ремесел «Весенний букет». С 2007 года представила 7 персональных выставок в Гомеле, Витебске и Минске. Жили-были! О! Царь! А в Гомельском государственном театре кукол представили премьерную постановку «Жили-были». Самых юных зрителей пригласили на спектакль импровизацию по мотивам стихов Самуила Маршака, а также народных потешек. Привычные сказки здесь представили в новой интерпретации. Истории дополнили интересными подробностями. Кроме того, в минувшие выходные коллектив театра показал еще одну премьерную постановку спектакль «Каштанка» по известному произведению Антона Чехова. Культурное обозрение для вас готовили Анна Корольчук и Игорь Морищенко. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова